Вопрос про родителей. На самом деле, вообще перевернутое обучение, ну, часто перевернутый класс, например, он совсем по-другому происходит, работа с учениками. И тут возникает вопрос у коллег, не будет ли, не возмутятся ли родители? И тут уже поддерживают друг друга, они, чтобы возмутятся. Проблемы. Это, опять же, отдельная тема. Проблемы внедрения перевернутого обучения. Это отдельная проблема. Я вообще даже подумала о том, что нужно, мы сейчас делаем видео для учителей, а нужно отдельное видео для родителей делать. Обязательно, обязательно. А коллеги, вот опять-таки, Facebook. Вот, кстати, Facebook, подписывайтесь на меня тоже в Facebook, потому что я оттуда черпаю такое количество интересных идей. Я на интересных людей подписан и черпаю интересные идеи оттуда. Вот, коллеги, кто-то писал, вот тоже была проблема учителя. Учитель совершает, так сказать, переворот, применяет новые институтные методы, по-другому работать с ребятами. Смартфоны они используют. И родители стали возмущаться, что с нами так не работали. Что такое учитель на уроке даже тему на доске не написал. Извините, перебью. Очень интересный пример. Я понял уже, о чем хочешь, Марина, сказать. Но, к сожалению, почему тогда родители думают, что так, как они все когда-то были в школе, ну, кто там 8 лет, кто 10, кто 12, ну, кому посчастливилось на второй год остаться, ему, случился и 13 лет. Так вот, то, что они все побывали в школе, почему-то автоматически им кажется, что делать из них специалистов в образовании. Вот это очень мешает нам, конечно, немного. И работать с родителями нужно так же, как и, на самом деле, и с преподавателями отдельно. Проводить. Проводить. Ну, конечно, здесь очень важно заручиться поддержкой администрации. И вот если администрация не понимает, что вы делаете, это, конечно, тяжело уже. Это намного тяжелее, конечно же. Просто если у вас администрация не поддерживает. Ну, а вот Марина сейчас расскажет до конца пример. Ну, а в принципе, что, как родители могут быть недоволены, если его ученик научился самостоятельности, научился решать проблемы, информацию искать, обрабатывать, анализировать ее и обобщать, и критически ее оценивать. В чем плохого, что ученик научился совместно работать с другим своим учеником. И еще, к тому же, кроме таких приобретенных навыков, там, компьютерной грамотности и так далее, он еще и изучил, например, математику. Я не вижу, как бы проблема. Ну, опять же, возникает проблема эффективности. Почему ты думаешь, что этот традиционный метод преподавания эффективен? И в каком смысле эффективен? Это все, мне кажется, все связано на одной теме, и мы к ней обязательно вернемся. А вот теперь Марина скажет вам очень интересный пример. Так вот, вот этот пример, когда родители начали возмущаться. И вы знаете, учитель совершенно не растерялась. Она сделала родительское собрание, она созвала людей. Вот что значит перевернутый педагог уже, понимаете? Она сделала родительское собрание, и на родительском собрании она устроила для родителей урок. Самый обыкновенный урок, который она делала с учениками, с ребятами. Я не знаю, какую форму она использовала, но это была какая-то активная форма обучения, где коллеги, родители объединялись в эти группы, работали, изучали, активно что-то делали, и потом вот она в конце спросила, вот как вы считаете, вот чему вы сейчас в ходе этой деятельности, игровой деятельности научились? Вот чего вы добились? Что вы узнали? Что вы усвоили? И родители на самом деле были поражены. И с той поры больше проблем с родителями у нее не возникает. Потому что она сказала, вот я также работаю с вашими детьми. Это форма такая. И при этом на доске не было записано, чем я с вами буду сегодня заниматься. Однако это еще ничего не значит. Я последние годы, очень часто, когда работал в школе, я не записывал тему рук на доске. Потому что я не давал им готовые знания. У меня была проблема, они ее решали. А потом мы уже, конечно, все это, все дело закрепляли, уясняли. И они сами находили тему в учебнике. Я думаю, у нас сегодня можно уже подытоживать и наметить дальнейшие шаги. Я надеюсь, вы поняли. Цель вебинара была вам вкратце объяснить, почему мы этим занимаемся, что мы такие. И, в частности, вкратце, провернуть перевернутом обучении и ознакомить вас с нашей идеей. Что нас ждет впереди и что мы захотим с вами запустить. Мы очень надеемся на дальнейшее платформное сотрудничество с вами. Спасибо. Вы очень активны. Намного легче работать с активными людьми. Кстати, вот я могу еще один рассказ про свою практику, сайт в техническом университете. Я прихожу на лекцию, у меня очень огромная доска. И перед доской огромнейшее, ну, это как зал автовый. Огромное много пространства. А студентов у меня, у меня этот маленький поток сейчас немного, человек 60. И говорю, а вот вы сейчас пришли и сели на свои места, где-то на 25-й ряду. Я говорю, зачем? Это же неудобно работать. Так, приходите ко мне вот сюда вниз. Как вы так пришли ко мне на лекцию, и мы даже с вами не обсудили ничего. Приходите ко мне вот сюда вниз. Не надо туда садиться. В следующий раз говорю, когда вы придете на лекцию, не садитесь туда наверх. Вот оставайтесь здесь, перед доской. Потому что человек 60, там поместится даже без толкучки. И для них это было, что как-то так-то. Но они идею мою поняли. Потому что, ну, зачем ты приходишь на лекцию, если ты будешь просто меня слушать? А скажи, какой вопрос они тебе задают 1 сентября сразу же. Ой, не помню, какой. Про консультацию. А, да. А вот сейчас я спрашиваю, а когда ваша консультация? На 1 сентября, да. На 1 лекции. Я говорю, как в каком понятии? Вот она началась. Вот сейчас. И задавайте мне вопросы. То есть не надо ждать. Не надо сидеть и ждать, а потом... Студенты невероятно привыкли, что они приходят. То есть на лекции они спят, переписывают, в фейсбуке сидят. А потом я приду на консультацию, и мне персонально тогда объяснят, что я не понял. Ну, или спрашиваю персонально, да. Вот перевернутое обучение, это когда консультация на уроке. Это есть урок. Потому что те, кто понял, они работают, те, кто не понял, с ними работают. Или они объединяются. Или ученики друг друга поддерживают. Да, да. Вот в этом-то и есть смысл. Но тут возникает просто несколько вопросов. Как это организовать? Как эту ситуацию поддержать? Каким образом мы запакуем этот контент? И что мы получим потом на выходе? У нас будет какой-то продукт? Они что-то сделают в ходе этой деятельности? Или нет? Вот. Поэтому мы благодарим вас за активность. Это нам очень большой плюсик. Не нам, а в том смысле, что мы впоследствии знаем, что с вами сотрудничество у нас очень... У нас только начинается, коллеги. Потому что впереди флешмоб, впереди домашняя работа. Будем летом отдыхать, наслаждаться, думать, переворачиваться. Да, переворачивать себя. Как это будет, я думаю, отдельное видео на этой теме. Будьте обязательно активны, коллеги, потому что вот вы сейчас задали столько вопросов, что я понимаю, что вам нужно делать отдельный вебинар, чтобы отвечать на эти вопросы. Мы продумаем цепочку деятельности, которая будет ввести нас к флешмобу. И обязательно мы попытаемся... Некоторые вопросы надо просто, в любом случае, нам совместно решить. Решать обязательно, да. Совместно решать. И подключайтесь к группам. У нас есть группа в Фейсбуке по перевернутому обучению, есть группа в Гугл Плюсе по перевернутому обучению. Вот пишите свои вопросы, проблемы, сомнения, любые. Вот мы будем там совместно решать. Потому что там точно такие же коллеги, как и мы все, которые смогут друг другу помочь, поддержать. И я уверена, что те сомнения, которые есть у вас в голове, коллеги, они у всех. Абсолютно. Вы знаете, кстати, я, когда начала вести видеоблог, я встретила в столовой в Таинском университете одну коллегу. Она говорит, Марина, спасибо за ваше видео. Мы их смотрим всей семьей. Она сказала. Мы смотрим всей семьей. И говорит, вы как будто бы мои мысли угадали. Вот все, что вы говорите, это прям вот все вот вы на мои вопросы отвечаете. Поэтому это очень важно услышать такую, на самом деле, обратную связь. Потому что тебе кажется, ну окей, я сама это испытала, я почувствовала, я знаю как, я расскажу об этом. А вдруг ни у кого таких проблем нет. На самом деле мы все варимся в этих своих проблемах. Они у нас все сидят. И легче их совместно решать. Давайте мы их совместно решим. Конечно. Вот так. Будем встречаться еще летом. Да, коллеги, я думаю, будем. Мы просто придумаем формат, когда-то будет вебинар, когда-то будет видео, когда-то будет активность в группах. Но у нас теперь будет домашнее задание. Эти домашние задания я буду систематически каким-то образом выставлять в группы. И, возможно, я буду делать рассылку на всякий случай, чтобы это было удобно. У меня есть все ваши имейлы. Я буду делать рассылку. И ищите вокруг себя повернутых и перевернутых коллег. Коллеги, подключайте. Да, подключайте нас. Ну, надо делать этот переворот. Ну, нужно. Он необходим просто-напросто. И будем поддерживать друг друга. И все технические вопросы, как, мы тогда будем рассказывать далее, потому что сегодня даже, вот сколько мы уже времени вещаем, но это просто... Вы уже устанете сильно. Нет. И сегодняшняя идея была чуть-чуть другом. Да. Вебинара сегодняшнего. Поэтому я думаю, спасибо за внимание. Нам было очень приятно увидеть большую географию людей, которые к нам подключились. Столько стран. Белоруссия, Украина, Владивосток, Россия. Потом Литва, Латвия. Да. Эстония, конечно же. Да. Это было очень приятно увидеть, что у нас очень много общих проблем и интересов, и будем решать их совместно. Так. И я пришлю, пожалуй, форму обратной связи. Обязательно. Сделаем обратную связь. Обязательно. Во-первых, конечно же, этот документ. То есть если у вас вопрос записан сюда, вы эти вопросы в форму обратной связи можете не записывать. А вдруг какие-то конструктивные предложения, навстречу что-то, опять-таки свои какие-то там личные переживания, эмоции. Все, пишите. Пишите. Все. Всего доброго, коллеги. И удачи вам. И хорошего отдыха. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok